зачем бесконечность запихали время знаете вопрос такой смешной немножко почему первое почему вы считаете что в бесконечность время запихали почему вы считаете что время существует почему вы считаете что вообще кто-то куда-то что-то пихал в эзотерике вообще считается время исключительно принадлежность этому миру в которой мы находимся а божественно это безвременное начало ну вот как так наша душа она имеет время или нет не опровергнуть не доказать ее наличие ее значение и так далее но невозможно знать она есть знаете раньше когда-то в шестнадцатом веке или в семнадцатом когда впервые джордану бруно создал подзорную трубу и показал о том что там можно посмотреть на луну и сказал что это спутник они висящая тарелка вызвал огромное количество ненависти у тех людей которые не верили в это они жили в объемах знания доступные на то время тому процессу и валют эволюционирования человечества наверное эдисон который придумал впервые электрические там разряды и показавший впервые аккумулятивную батарею там созданную из банки с двумя какими-то контактами наверно вызывал тоже переполох и страдания тех людей которые утверждали что только нет на сегодняшний день если бы я взял человека из 13 века и сказал что если бы я попал в 13 век и мне бы попросили скажи мне человек что там в будущем я бы сказал представьте себе стена а в этой стене две дырки и вот в эту стену там где две дырки совывается такие два штырька и когда они всовываются то появляется на такой коробке большой кино как будто ты смотришь еще одну жизнь а также вот эти две дырки то мне бы сказали вот это все что ты говоришь так не может быть я бы сказал то что это все создается это создается электрическим током мне бы сказали покажи электрический ток а если не покажешь что мы тебя сожжем вот мы где-то в такое же время живем сейчас вот я начал создавать и начал там что-то делать это все вызвало бурю возмущения то есть там создал специальные звуки которые устраняют заболевания вирусов там ну очень много всего в общем-то и собираюсь над этим работать дальнейшем это сразу же вызвало огромное количество недопонимания почему но недопонимание потому что тот вид эволюционирования человечества он еще не готов к тому чтобы получать или принимать такую информацию пока еще эта информация она еще не подходит знаете эзотерика тоже на сегодняшний день воспринимается туго потому что люди считают что единственное правильное правило проживания это знание психологии психосоматики возможно там знание всех процессов и так далее человек со своим техногенным процессом или техногенами всеми достояниями на сегодняшний день не может объяснять большинства процессов которые происходят там электрона протона там даже процессов которые происходят человеческом теле и так далее ну и конечно же да можно гипотетически говорить о том что тот или иной процесс происходит но без доказательна потому что во многом даже доказать то что происходит невозможно ну и конечно когда я говорю о том вот это работает то у многих появляется идея такая как он может доказать никак это как в тринадцатом веке доказывать наличие электрического тока в розетке знаете то есть также в моем случае доказать почему это работает и как это функционирует ну никак невозможно